Ты, конечно, прости, что я говорю об этом, но ведь ты внебрачная дочь своей матери. Правда, если мужчина любит. Ну, бой сам, незаконный сын, поэтому живет здесь, не важно. Фантазия для театра из 21 воспоминания. И вот 21 воспоминания из ее жизни они помнят. А фантазия, потому что мы же не показываем чисто драматические, да, все подробности. Это же, собственно, можно было назвать спектакль моноспектакля. И можно было делать, но это скучно. А когда все-таки все вместе, все-таки можно подчеркнуть и творческую личность. Коко, почему вас так называют? Отец так называл меня в детстве. Он меня любил очень. Он был богатым человеком, выращивал шадей и торговал. Это я всем так говорю. А на самом деле он торговал в разносу Николай. Мне всегда интересны творческие люди. А тем более такая нетривиальная женщина, как Коко Шанель, которая вообще сама себя сделала. И которая вообще не оглядывала, что они скажут в том обществе или в том обществе, что они подумают. Она вела себя так, как она себя ведет. Я долго думал и решил, что я все-таки должен тебе это сказать. И кто же это избранница судьбы? Четыре ее любви в спектакле. Тех мужчин, которых она любила. Там по сплетням, что она любила гораздо больше еще там, что и с Шелленбергом непонятно, какие отношения были, и с Черчиллем тоже непонятно. Но история умалчивает. Мы про это тоже не педаливаем. То, что они были друзьями с Шелленбергом, с Черчиллем, да. А вот конкретно три персонажа, которые в этой были, это была «Страстная любовь», а не три персонажа, трое мужчин, они здесь есть. Тогда я уже не вспоминала, наши отношения стали на свой служебный.